Коллеги, добрый день. Начинаю запускать в нашу комнату вебинарную. Пока коллеги у нас подключаются, представлюсь. Зовут меня Марина Нинашева, я являюсь специалистом в области документа оборота, руководитель проекта, аналитик, консультант, национальный архитектор, разные роли в проекте исполняю. Сегодня мы с вами говорим про структуру предприятия документа оборота 3.0. Тема у нас достаточно большая и неинтересная. Мы будем разбирать не только, как у нас заводится структура пользователей подразделения, то есть мы все связанные моменты тоже сегодня с вами разберем. Ну и в конце, конечно, посмотрим мы на примере самой системы, но теория, но и практика тоже. Мы посмотрим на практике, где это у нас в системе работает. Вебинар у нас будет идти час. Сюда мы закладываем и мое основное вещание и ответы на вопросы. Поэтому по ходу дела, пожалуйста, задавайте вопросы в чат. Все, что у вас возникает, прям сразу пишите, не оставляйте на конец вебинара. Я буду стараться встроить ответы на вопросы сразу в свой спич, свой монолог, диалог с вами, чтобы нам органично это вписать в наш вебинар. Если вдруг что-то не разберем, то в конце вебинара будем смотреть еще раз весь чат. Такие вопросы не отвечены. И есть еще один момент. Не все вопросы сразу можно сходу разобрать. То есть не на всем можно ответить. Вероятно, бывают вопросы, которые связаны с вашей, с особенностями вашей деятельности, с особенностями ситуации, с тройками какими-то особенными. Поэтому у каждого из вас есть возможность с нами встретиться отдельно, поговорить именно по вашему вопросу. То есть это будет одна встреча совершенно бесплатно, где мы разберем ваш вопрос, разберем конкретно на вашей ситуации и постараемся вам помочь. Вот. Ну и, конечно, наши контакты всегда указаны в презентации, на слайдах. Вы всегда их видите. Может, я не стану пообщаться. Так. Я вижу, что, наверное, все у нас подключились. Буду периодически просматривать, кого у нас отрубило, чтобы вернуть обратно в вебинарную комнату. Запись у нас ведется, поэтому не переживайте, можете ее не вести дополнительно. У нас некоторые коллеги наши пытаются вести параллельную запись. Мы все записи потом направляем с рассылкой. Вот. И ответы на неотвеченный вопрос. Бывает такое, что прям в конце кто-то у нас в чат пишет, но не успеваем ответить. И потом мы их вместе с рассылкой тоже направляем. Презентация тоже будет. Так. Перейдем к нашим вопросам. Что мы сегодня будем рассматривать? В рамках структуры предприятия, настройки структуры предприятия в документообороте 3.0 мы будем сегодня рассматривать создание сотрудников и пользователей. Далее мы посмотрим, что такое сотрудники совмещения должностей, как реализовано совмещение должностей в документообороте 3.0. Это значительное отличие от предыдущей редакции. Мы обратим на это внимание, как теперь у нас работает система. Далее виды и ранги подразделений, рабочие группы, назначение прав. В том числе мы затронем реестры и корневые папки справочников, учет по организации. Хочу сразу заметить, что настройка организационной структуры предприятия это не просто единоразовая какая-то акция, которую мы при запуске системы один раз настроили. Многие представляют себе, что мы берем список сотрудников, просто их заливаем и все. И оно дальше само как по себе работает, независимо от этого работают сами по себе права, виды документов. Когда мы забываем про нашу организационную структуру, забываем ее актуализировать, не продумываем изначально все связи со всеми элементами системы, где у нас задействована логика организационной структуры, задействованы данные наших сотрудников, пользователей, задействованы вещи, которые с правами связаны, у нас начинает ехать вообще вся система. Вся система начинает работать плохо. Мы не понимаем, откуда растут ноги. Поменяйте нам маршруты, поменяйте нам что-нибудь, виды документов, сделайте настройки. На самом деле просто неверно ведется структура предприятия, неверно заносятся данные пользователей новых, которые попадают в систему, неверно установлены руководители, подразделения, сама иерархия структуры нарушена, не та, которая должна быть. И начинаются такие вот вопросы. Поэтому структура, замесение организационной структуры, ведение организационной структуры и связи с другими элементами системы, она очень-очень крайне важна. Это важно понимать как на запуске, на старте работы с системой, так и далее в последующем сопровождении, в эксплуатации. Важно понимать техподдержки, которые вас сопровождают, возможно, нашему специалисту, который отвечает за документы, оборот, за сопровождение. Так и если даже вы кого-то привлекаете, подрядчика, компанию, которая сопровождает вашу систему, вы должны понимать, что они не просто так просят от вас информацию, кто у вас когда уволился, кто у вас когда назначен, актуализировать штатное расписание, актуализировать орг структуру. Это очень и очень важный момент. Сегодня мы рассматриваем, получается, все связанные элементы. Чтобы понимать, кто у нас, где, в какой редакции документа оборота работал, знаком с какой, понимать, делает ли упор на троечке, пожалуйста, напишите в чат, кто с какой редакцией документа оборота сталкивался. Работаете в 2.1, в процессе перехода на тройку, или, допустим, работали только в тройке 2.1, не видели, вы глаза не знаете. Напишите мне, пожалуйста, в чат, чтобы я ориентировалась, на что мне сделать упор в нашем сегодняшнем разговоре. Так, вижу, что есть у нас гости, кто работал в троечке, кто работает в 2.1. В общем, буду тогда говорить, потому что много функций у нас, которые в 2.1 не работали, но теперь они у нас в редакции 3 есть. Так, я, чтобы вас не отвлекать своим видом, отключу видео, потому что смотрю на два экрана, сюда-сюда, постоянно глазами переключаюсь, чтобы мне тоже было поудобнее, вам было поудобнее. Так, ну, про документы оборота 3 и редакцию 3, тогда у нас есть пользователи 2.1 и 3. Скажу, что у нас достаточно много отличий от документа оборота 2.1, но общая суть одна и та же. То есть документы оборота – это уникальная система, где у нас, главное, не финансовые потоки, не деньги, а у нас самое центральное звено, центр вселенной – это документ, документ, вид документа, вокруг него крутятся все процессы и задачи, никаких финансовых потоков, никаких финансовых операций, только бизнес-процессы, согласование бизнес-процессов, учет разнообразных реквизитов. То есть это совершенно не похоже ни на какую систему инструмент выглядит. Он также очень интересный, здесь у нас уже появились виджеты, что в редакции 2.1, что в редакции 3.0. У нас есть виджеты на рабочем столе, которые у нас настраиваемые, которые мы можем под нашим пользователем сделать такие, какие нам нужно. Ну, в общем, не буду долго останавливаться на описании самой системы. Ну, в общей функциональности у нас для этого были, периодически бывают выделенные вебинары, где мы рассказываем, в принципе, о документ обороте, что он умеет, может. Сегодня поговорим более узконаправленно. Создание сотрудников. Сразу обращу внимание для тех, кто у нас работает в редакции 2.1. В редакции 2.1 у нас есть пользователи. То есть вот сколько у вас людей в организации, столько пользователей. Сколько в организации работает в системе, столько пользователей. И если, допустим, у вас один пользователь, ну, вот я, Мария, я же являюсь и секретарем, и я же являюсь, допустим, кадровиком, работаю за документами кадровыми, то сразу две должности я занимать не могу. То есть у меня в карточке есть только одна моя должность. Это в редакции 2.1. Но такие ситуации случаются, что у нас есть один человек, один пользователь системы, при этом он может исполнять разные должности, разные обязанности. У него могут быть две разных должности. И, соответственно, настройка прав, всякие настройки дополнительные, там, на роли исполнителей в бизнес-процессах. Они могут быть совершенно разные. Вот чтобы эти два потока разделить, чтобы было четкое понимание, что вот у нас пользователь системы, у которого есть вагин, пароль, есть настройка доступа в систему, какие-то технические характеристики. И у нас есть сотрудник, который обладает наборкой своих полномочий, который исполняет определенные роли в бизнес-процессах. Вот это два разных справочника. То есть у нас есть справочник сотрудники и есть справочник пользователя. Если у вас нет никаких совместителей, которые сразу исполняют несколько, ну, занимают сразу несколько должностей, то, в принципе, для вас ничего особо не поменялось. Ну, только единственное, когда при заведении сотрудника вам нужно еще дополнительно создать еще одну карточку пользователя. Бывает, что на первых порах люди путаются администраторы, что такой сотрудник, что такой пользователь, почему нужно туда-сюда проваливаться. Суть в том, что у нас есть сотрудник, он исполняет роли, и на него назначены права, ему назначены права. А есть пользователь. Пользователь – это у нас карточка-носитель учетных данных для того, чтобы у нас пользователь, в принципе, мог зайти в систему и настройки всех его доступов. Вот. То есть у нас учет работы пользователей в программе ведется в разрезе сотрудников. Вот. Вот ввести этих сотрудников, данные этих сотрудников, нужно до начала работы в системе. Но это не значит, что это самый первый шаг. То есть нужно понимать, что есть, когда мы вносим сотрудника, у него должны быть уже должность, у него должно быть подразделение. То есть эти данные уже тоже должны существовать в системе. Мы чуть позже сейчас о них поговорим. Поговорим, в какой последовательности их заносить. Но в голове у нас должно быть понимание, что есть сотрудники, есть пользователи. Вот. Справочник сотрудники и подразделения, они, эти справочники обычно заполняются вручную, но если у вас данные для их заполнения есть в какой-либо другой системе, которой мы можем доверять, то есть они актуальны, откуда мы просто можем выгрузить и взять эти данные, либо частично, либо полностью то, что есть в другой системе, мы можем загрузить с помощью универсального обмена данными, эта обработка у нас сразу есть, поставляется в составе дистрибутива, то есть у каждой, если вы приобретаете систему, то вы уже имеете возможность с помощью универсального обмена данными, данными загрузить. Единственное, нужно сразу обезопасить себя, чтобы у нас не задублировался данные. Мы один раз их грузим до того, как мы начинаем вручную что-то править, что-то добавлять в систему, то есть мы можем взять, загрузить данные один раз из другой системы, чтобы наполнить наш справочник и дообогатить какой-то информацией, которая нам требуется именно в момент обороте. Вот. Регистрация у нас выполняется в справочнике сотрудники подразделения в настройках. Ну, в общем-то, все у нас либо в настройках, либо в НСИИ в разделах. Мы работаем, там у нас работает администратор. Позже мы с вами на системе тоже это посмотрим. Здесь у нас отражен наш визуал, как выглядит карточка пользователя. Вот. Здесь можно фотографии загружать. Кстати, многие не загружают, не знают. Вот. Можно загружать фотографию в том числе. Для пользователей у нас есть выделенный отдельный справочник пользователя в меню раздела настройок. То есть мы можем попасть туда из-за карточки сотрудника и можем попасть из справочника пользователя. Вот. Так. Ну, давайте, наверное, посмотрим на системе. Где у нас эти данные отражены, чтобы не уходить далеко. Так. Вижу, что коллеги у нас подключаются. Видимо, кого-то подключает. Подключает. Если вдруг я, напомню, если вдруг я вас сразу не вернула вебинарную комнату, либо не подключила, подождите чуть-чуть, видимо, я не вижу. Вот. Давайте посмотрим раздел настройка. Где у нас находится справочник сотрудники и подразделения. Так у нас выглядит ссылка. Здесь мы видим наш структуру предприятия. И видим всех наших сотрудников. Вот. Если мы раскроем нашего сотрудника, здесь мы увидим все наши данные. Вот. Порядок аутентификации. Как у нас настройки самого пароля. Также мы видим всю контактную информацию, которая у нас есть. Роли, которые у нас исполняет данный пользователь, данный сотрудник. То есть мы можем выбрать роль уже существующих. Это роли, которые у нас используются далее в бизнес-процессах. Замещающие и помощники. О замещающих помощниках мы подробно будем разбирать в следующих вебинарах. Важно сейчас понимать, что именно здесь они у нас устанавливаются. И здесь же у нас происходит настройка группы полномочий. То есть доступа наших пользователей, нашего сотрудника. Здесь важно тоже учитывать, что настройки доступа у нас определяются ролевой моделью. Вот что мы прописали в нашей ролевой модели, что мы будем использовать, то она у нас здесь и есть. Вот. Где у нас находится справочник пользователей? Вернемся в настройки. Вот он у нас, выделенный справочник пользователя. Здесь вот мы открываем нашу Афанасию. Мы видим, что здесь у нас есть наша техническая информация по подключению, по доступу в систему. Здесь у нас нет лишней информации, той, которая у нас есть в карточке сотрудника. И мы можем посмотреть, какие сотрудники у нас прикреплены к данному пользователю. То есть данный пользователь, у него может быть несколько сотрудников разных подразделений, если он исполняет сразу, если он сразу несколько должностей занимает. Вот руководитель его, Афанасьева, допустим, когда у нас используется маршрутизация в бизнес-процессах, и система идет и смотрит, допустим, руководителя автора документа, вот там она смотрит не на пользователя, а она смотрит именно на сотрудника, который у нас используется в данном конкретном бизнес-процессе. Вот кем у нас является в данном конкретном бизнес-процессе, какую роль исполняет вот этот сотрудник, туда и будет смотреть систему. То есть он у нас может быть в двух подразделениях, по одному сотруднику он в дирекции, по другому сотруднику он, допустим, где-нибудь там в коммерческом отделе, и руководитель у него там и там будет разный. Это что касается, мы еще совместителей с вами сегодня будем смотреть. Так, возвращаемся в нашу презентацию и смотрим далее. Так, если не видно там монитор, там, допустим, кто-нибудь не очень хорошо отражается, отображается, вы мне, пожалуйста, в чат пишите, потому что я вижу на своем мониторе, мне все видно, мне все хорошо, вот вам, может быть, не очень все видно. Вот как мы проговорили, что в карточке сотрудника у нас есть несколько вкладок, адреса телефона предназначены для контактной информации, роли, замещающие помощники, предусмотрена настраивка прав и группа полномочий. Всю информацию о нашем сотруднике может просматривать только администратор. Остальным сотрудникам доступны только сведения о себе, то есть свою карточку сотрудник может посмотреть, и может изменить такие свойства, как имя, пароль, язык системы и контактная информация. О других пользователях у нас сотрудник посмотреть не может карточки сотрудников и не может изменять другую информацию, которая у нас доступна только администратору системы. То есть это тоже нужно понимать, что вы под своим доступом не можете зайти и посмотреть полностью весь справочник сотрудников, проанализировать, что у вас есть. Далее, то, что я рассказывала про сотрудников и совмещение должностей, в общем-то, все то же самое, здесь у нас аккумулировано все вместе. То есть мы для каждого пользователя можем создать несколько сотрудников. Если по этому моменту есть вопросы, сразу задавайте в чат, потому что вопрос действительно сложный и очень много, когда начинаем с этим работать, очень много всяких вопросов возникает. Как же маршрутизация строится? Как же это все реализовано? Как же права делегируются? Допустим, мы делегируем там на период отпуска, что у нас здесь происходит? Все права делегируются, все задачи делегируются или от конкретного сотрудника? Вот здесь вопрос важный. То есть вот каким сотрудником является наш пользователь, кем он выступает в наших бизнес-процессах и документах, вот все то, настроенное в карточке сотрудника и будет действовать сейчас, на текущий момент. Так что этот момент важный, интересный, у нас этого нет. У нас это только появилось в тройке. Далее. Когда у нас происходит заполнение справочника сотрудники. Справочник сотрудника, как я и говорила, он у нас заполняется после того, как у нас связаны все справочники, заполнится, когда мы можем туда добавить уже все данные по подразделениям. и по подразделениям, когда мы понимаем должность нашего сотрудника, то есть нам сначала нужно заполнить эти данные. Давайте посмотрим, как у нас заполняется справочник подразделения. Тоже такой очень важный, интересный вопрос на внедрениях, которые возникают. Приходим и говорим, нам нужна ваша организационная структура, чтобы внести ее в систему. Нам говорят, вот вам 50 пользователей, вот их должности, и вот их руководители. Вот почты. Все, вносите. Тут важно видеть не только должности и подразделения, тут важно видеть полную иерархию данных подразделений. Почему это важно? Важно, потому что у нас, дальше мы будем рассматривать иерархию, ранги вида подразделений. В данной конкретном ситуации нам важно понимать, кто у кого руководитель. То есть, если мы с вами откроем наши сотрудники подразделения и вот эту вот иерархию, то мы понимаем, какое подразделение кому подчиняется и кто у нас у кого руководитель. Если мы сейчас просто сделаем эту структуру линейную, то у нас получится совсем другая иерархия руководителей. Логика, система поменяется во всех бизнес-процессах. То есть, мы там отправляем систему руководителя нашего автора документа, а он идет, вот допустим, у сотрудника, руководителя вот этого отдела, у Николаева, ну, получается, вышестоящее вот это подразделение. Его руководитель работает здесь. Если у нас иерархия неправильно выстроена, то руководитель, он будет в дирекции. И вся у нас система, все поедет. Вот, поэтому максимально важно полностью правильно отрисовать и получить, актуализировать нашу структуру именно в иерархии и четко понимать, кто у нас к чему относится. Бывает такое, что, ну, вот прям недавно был кейс у нас, когда появлялись новые подразделения, полная информация не давалась для их заведения, и мы их встраивали как линейные подразделения. А они у нас, оказывается, должны быть вложены. То есть, опять у нас поехала вся структура согласования, пошли не те согласующие в процессах, мы ничего не можем понять, а почему же так случилось. Поэтому мы постоянно запрашиваем штатку, то есть у нас штатка – это наш главный инструмент. Как у нас строится наша организационная структура? Мы ее постоянно запрашиваем, актуализируем, заводим нового пользователя, мы четко должны понимать, где в этой структуре он у нас присутствует. Уходит у нас сотрудник, мы должны четко понимать, откуда он уходит, и кто должен быть на его месте. То есть, если это должен быть какой-то замещающий, мы должны его сразу установить и понимать, что мы потом должны его убрать. Вот эти все моменты на старте, на внедрении, они должны быть продуманы, и должна быть продумана методология дальнейшего сопровождения вашей системы. Как часто вы будете сверять? Если у вас будет происходить миграция из другой системы пользователей, то что будет происходить? Как они будут, какие подразделения будут устанавливаться? У организации есть управленческая структура, а есть юридическая структура. То есть, это может быть 10 юридических лиц, грубо говоря, но по управленческой структуре они находятся в одних и тех же подразделениях. Вот в документообороте используется управленческая структура чаще всего, потому что по юридической не уложатся вот эти бизнес-процессы. Поэтому на старте это очень важно определить, что мы используем, допустим, управленческую структуру. Вот она у нас сейчас такая. Когда у нас приходит новый сотрудник, мы его заводим так-то так, по таким правилам, какие мы права будем назначать, как устанавливать подразделение, что будет происходить, если это подразделение в принципе новое, либо произошла реструктуризация. Это крайне важно. Вот этот вот справочник сотрудников подразделений, он живой, он постоянно должен быть в работе. Если это не актуализировать, то система будет работать неправильно. Так, это мы проговорили, и подразделение, это у нас первое, что мы должны заполнить в нашей системе, когда мы ее внедряем до того, как мы будем сотрудников наших заполнять. Подразделения, они у нас должны быть уже, в системе должны быть заполнены. В момент оборот 3.0 есть такой выделенный справочник, как виды подразделений. В 2.1 у нас этого не было. И у нас можно указать в настройках нашего подразделения, к какому виду подразделения он относится. То есть, мало того, что мы каждое подразделение можем выделить в организационной структуре, мы еще можем и назначить вид подразделения. То есть, почему он к секретариату относится, к бухгалтерии относится, к продающему направлению, коммерческому направлению, к производственному направлению подразделений. То есть, здесь мы также можем установить разрезы, некие разрезы, которые позволяют нам наше подразделение разделить между собой. Также у нас есть еще один разрез, который называется ранг подразделений. Ранги подразделений, они у нас ранжируют по уровням. Далее мы можем использовать эти ранги, чтобы управлять потоками задач, потоками процессов. То есть, допустим, не позволить сотрудникам, самого линейным сотрудникам, которые у нас находятся в подразделениях исполнительских, самого нижнего ранга, направлять, допустим, документы сразу на администрацию и минуя промежуточные уровни руководителей, которые обязательно должны быть. То есть, мы вот такой иерархичной структурой рангов можем регулировать, какие группы сотрудников, какие сотрудники каких подразделений могут направлять кому у нас документы, допустим, на согласование. Вот. Это у нас через ранги настраиваются правила коммуникации. Тоже о них мы будем подробно говорить, настраивать их. Эта тема достаточно большая. Там есть некоторые нюансы. Это надо пробовать, смотреть. В демонстрационной базе, кто видел демонстрационную базу, когда-либо смотрел, там бывает, начинаешь что-то делать, тестировать какие-то виды документов, уже созданные в демонстрационной базе или просто под произвольными пользователями, сотрудниками, что-то пытаться делать, какие-то кейсы, и они не работают. То есть у нас просто не отправляются документы по бизнес-процессу. Что ж такое-то? Не работает, и все вроде все настроили. А потом понимаем, что в демонстрационной базе уже настроены, выставлены все настройки, и там есть ранги. И вот эти ранги, они нам ограничивают нежелательные сценарии работы, поведения пользователей, поведения системы. Этот инструмент новый, документ оборот 3.0, про него мы тоже будем далее рассказывать, как-нибудь сделаем там практический вебинар для битов, рангов, подразделений, как они у нас настраиваются и правил коммуникации. Сейчас говорим о том, что это очень важно учесть. Это потом может привести, если мы неосознанно это настроим и забудем, что мы там настроили, на внедрении часто так бывает, то будут у нас проблемы. Мы потом будем думать, почему же у нас не отправляются документы туда, куда мы хотим. Так, у меня тут вопросик есть. от Захарова Сергея, как переносить оркеструктуру продуктив или заново продуктив и оркеструктуру настраиваются. Ну, тут такой вопрос, это вопрос про внедрение. То есть есть у нас оркеструктура, мы ее заполнили в тестовой базе, на тестовом контуре и начинаем настраивать систему. важно много нюансов понять, как мы ее будем переносить и что мы с ней будем делать. Если у нас внедрение большое, мы сегодня сделали демонстрационную базу, ну, тестовую базу, пока мы настраивали 50 видов документов, прошло полгода, и нам нужно актуальную организационную структуру переносить и настраивать. Мы понимаем, что у нас большая ротация кадров, у нас уже там 35-40% пользователей, сотрудников всех поменялось. И в мастер-системе уже совсем другие данные, откуда мы выгружали эти данные, и штатка поменялась, то, конечно, здесь нужно вносить все заново и делать заново. Если у нас короткий срок проекта и там 5-10 видов документов, которые мы настраиваем, несложные процессы, мы вообще внедрение частенько делаем к такому алгоритму, что мы берем базу, она у нас является тестовым контуром, то есть у нас тестовый контур, мы там все делаем настройки, потом мы уже с готовыми настройками копируем, делаем себе вторую дополнительную тестовую базу, а эту оставляем как продуктив, то есть вычищаем, если у нас есть какие-то вещи ненужные, и там же начинаем проводить промышленную эксплуатацию, это рабочий вариант тоже, для того, чтобы ускорить проект, не утяжелять его, документооборот, это позволяет, это никакие массивные системы, достаточно такой легкие во внедрение, ну как по мне, так легкие во внедрение, и туда можно новый вид документов поэтапно изводить, поэтому тут зависит от того, каким путем внедрения вы пошли, и самая главная задача у нас при внедрении сэкономить время, сэкономить деньги, и при этом максимально быстро получать, начать получать пользу от нашей системы, от этого, ну уже от целей наших итоговых, от объема проекта у нас зависит наша стратегия, как мы будем с вами нормативно-справочную информацию грузить, и что у нас будет с ней происходить в течение всего проекта, насколько нам нужно ее актуализировать. Так, надеюсь, ответим. Идем далее. Доступ к документам по подразделениям. Вот тут тоже очень момент важный, если пользователи говорят. Ну вот, подразделение орг структуры мы там внесем, уж как-нибудь, пусть вот вы нам главное настроите ролевую модель. Вот ролевая модель в том числе связана и с орг структурой. Есть такой инструмент, как назначение доступа по подразделению, то есть мы, когда у нас сотрудник появляется, мы ему, его просто добавляем в подразделение, назначаем ему подразделение и должность. У нас автоматом сразу определенная наборка прав назначается на этого сотрудника без дополнительных каких-то настроек, без запросов. А что же нам добавить этому пользователю? А давайте посмотрим на примере кого-нибудь, а потом начинается. я не могу читать эти документы, а мне нужны еще вот эти документы. Кто работал с документооборотом, наверное, уже все с этим сталкивались, особенно 2.1, особенно кто работает больше года, года, полутора лет, когда были вот эти много вопросов с правами доступа, это один из самых сложных вопросов. Вот. Здесь можно назначать доступ по подразделению и какие-то определенные настройки, тонкие уже дальше делать для рабочими группами, регулировать, сужать, либо какие-то индивидуальные настройки предусматривать, бывает по локальным администраторам, но основные настройки можно сделать и по подразделениям. Определяется это все на старте, то есть у вас есть описанная ролевая модель, вы понимаете, что у вас являются контейнерами пользователей для настройки прав. Это рабочие группы, это подразделения, а может быть у вас внутри подразделения совершенно разные права должны быть у ваших сотрудников, а может быть одинаковые, то есть от конкретно вашей ситуации, от конкретно вашей методологии работы зависит то, как вы будете строить ролевую модель, но при этом вы должны понимать, какие в принципе у нас есть возможности, в какие группы мы можем объединить наших пользователей и чем, к какому признаку, по подразделениям, по должностям, по положению в структуре еще каком-то, то есть нам нужно понимать функциональные задачи, нам нужно понимать, по каким принципам мы будем делить, это самое основное. Доступ к документам по подразделениям у нас такое есть. дальше это у нас рабочие группы, то есть точно так же у нас могут назначаться на рабочие группы полномочия, вот, поэтому мы должны понять, как мы будем использовать, какие у нас рабочие группы в принципе будут существовать, чаще всего это функциональный принцип и у нас используются какие-то общеполномочия, то есть у нас есть руководители подразделений, сотрудники работающие с корреспонденцией, делопроизводителя, ответственные за до, ну, это как примеры, то есть что у вас конкретно, ваша организация, это тоже нужно обычно на обследование понимаем, а ролевая модель, она у нас обычно идет обследование после того, как мы обследовали все остальные ваши процессы, потому что в ходе обследования процессов, согласований документов, всех карточек документов, мы понимаем, знакомимся и понимаем в принципе какие у вас есть группы сотрудников, по какому принципу они разделены, кто к чему имеет доступ, ну вот приведу пример особенностей, допустим договор, были такие у нас тоже особенности, когда мы делали разделение по организациям доступа, вот, а у нас оказывается договор заводил сотрудник одной организации, пользовались им в принципе сотрудники всех организаций, вот, но они считали, что доступ по организациям, потому что в самом договоре, который заводили, там указывается, допустим, я работаю в ромашке, завожу договор не от лица ромашки, а от лица Петрушки, вот, а пользователи его читают компания Петрушка, вот, вот такие вещи нужно предусматривать, то есть я, по сути, могу заводить договор чужой организации, вот, а как будет назначаться доступ по моему подразделению смотреться, либо по подразделению, которое у нас указано в стороне документа, так сторона документа, важный момент, такие все нюансы нужно тоже понимать, при настройке ролевой модели, и мы отсюда понимаем, какие у нас рабочие группы, какие у нас будут использоваться, какой доступ по подразделениям будет, не будет использоваться, и понимаем, насколько важно нам контролировать нашу орг структуру, потому что она напрямую будет на это влиять. Так, по структурному принципу тоже мы с вами проговорили, что рекомендуется сначала у нас назначить по структурному принципу, права, и уже, ну, то есть подразделениях, а потом уже разбивать на рабочие группы и идти на более тонкие настройки. Далее, реестры и корневые папки справочников. Это тоже важная настройка нашей системы, которая связана с организационной структурой, с нашей стройкой структуры предприятия. У нас в нашей системе, в программе все наши файлы, проекты и мероприятия принято хранить в папках. Папки у нас предназначены для удобного хранения. Сами документы мы можем использовать, можем не использовать хранение в папках, в документ обороте третьем, то есть если у нас 2.1 там по умолчанию использование папок, мы его уже думали нужно, оно нам нет. А здесь у нас для видов документов, для документов по умолчанию оно не используется, но для файлов, проектов и мероприятий у нас используются папки. Вот. То, по какому принципу мы их будем в папке эти создавать, тоже важно понять. Обычно их объединяют по структурному признаку или, например, по признаку видов документов, часто по структурному признаку, поэтому тоже это нужно сесть и хорошо подумать. Будете ли вы это делать по структурному признаку, насколько у вас актуальная структура, насколько вы ее можете поддерживать в актуальном состоянии. Это тоже связанные вопросы. Далее. То, чего у нас не было в документе оборот 2.1. Теперь у нас есть в тройке реестры на стартовой странице нашей системы. Есть реестры, в которых мы ведем виды, мы можем выделять виды документов мероприятия и объединять их в группу. Например, организационно-распорядительные документы, локально-нормативные акты, исходящие, документы, кадровые документы. Здесь нужно понимать, как работают тоже ваши сотрудники, по какому принципу их разделить. вашим пользователям, в чем вообще плюс реестров и как понять, кому какие реестры нужны. Мы сейчас находимся под администратором, мы реестр с вами не увидим, поэтому мы сейчас с вами запустим систему под пользователем и посмотрим реестры. Не все мы можем показать. Под администратором визуал у них есть, поэтому какого-нибудь директора сейчас возьмем, посмотрим заодно рабочий стол и реестры, как у нас вы будете. Скажите, пока я запускаю систему. С реестрами кто-то работал, кто-то их настраивал в своей системе? Сталкивались, кто с троечкой работает или не обратили внимания на реестр, на этот инструмент? Реестры у нас располагаются на нашей стартовой странице. Это удобнейший инструмент, который позволяет вашим сотрудникам, не проваливаясь туда внутрь меню, потому что для многих пользователей это для нас, это родная стихия для администраторов системы. Мы легко тут разбираемся, где чего посмотреть, даже те администраторы, кто работал с другими системами, не с документооборотом, сразу так быстро не разбираются. Для пользователей вообще новый интерфейс, не очень привычный, новая система. Здесь есть реестры, они у нас очень помогают в этой ситуации, то есть нам не нужно никуда ходить туда, в пункте меню, мы можем прямо отсюда открыть, допустим, договоры. Я работаю с договорами, сделайте мне только договоры, мне ничего больше не нужно. Я буду прямо по ссылке сразу попадать в договоры. Даже виджет мне в этом случае не нужен. Дайте мне реестр. Их можно настраивать, добавлять в реестр можно как для группы пользователей, так и для конкретного пользователя. То есть однажды настроив, у вас пользователь будет постоянно видеть то, что ему нужно. И плюс в том, что видно обновление. То есть вот у нас пришло пять писем, мы их сразу здесь видим. Пользователь уже вам не скажет, что он не видит, где у него там чего пришло, и ему непонятно, он пропустил какое-то событие, он все видит в своем реестре, все необходимое ему для работы, а не утрет глазами. Тут уже и повышение исполнительской дисциплины, и сокращение срока выполнения задач, и лишние потоки у нас отсекаются, у нашего пользователя, он лишние документы не смотрит, лишние элементы системы, он смотрит то, что ему нужно. Вот заодно я рассказала что такое реестр. Дальше идем к построению структуры папок документов, как я уже говорила, по умолчанию отображения папок документов у нас выключены реестры, их ввести не требуется, включаем мы их в настройках по галочке включить использование папок документов. Кто у нас переходит на троечку, бывает у нас некоторые сами пытаются посмотреть систему и демонстрационную базу, может быть даже приобретают программу и изучают ее сначала самостоятельно что-то пробуют нажимать, вот не всегда знают, что у нас папки документов отключены, пытаются их найти, они у нас по умолчанию отключены, так что если планируется внедрять, обратите на это внимание. Так, дальше у нас есть такое понятие, как вопросы деятельности, это у нас выделенный справочник и он представляет собой перечень вопросов, которые входят в компетенции предприятия и его структурных подразделений, то есть здесь мы можем разделить опять же наше подразделение по принципу вопросов компетенции. Тут важно, что эти настройки они торят инструкции по дебилотделу производства предприятия. Часто бывает так, что мы приходим автоматизировать, а автоматизировать у нас пока нечего. То есть автоматизация это только инструмент. Мы прикладываем в систему ту идею, ту методологию, те инструкции по делопроизводству, которые в организации уже есть. То есть документ оборот не дает вам готового ответа, работаете так и так. Он как конструктор настраивается под ваши процессы. И здесь важно, что когда приходим автоматизировать, нужно сначала продумать, как у вас будут идти процессы. То есть можно, конечно, в процессе внедрения проговаривать, изобретать, продумывать, но по крайней мере какие-то наработки, люди ответственные за это, люди, у которых должно быть понимание, как это в принципе должно работать, для того, чтобы потом переложить эту систему, эти люди они должны быть. Поэтому нужно к этому готовиться. В общем, справочник вопроса деятельности, он у нас соответствует вот такой инструкции по делу производства предприятия. Если у вас по вопросам деятельности особого разделения не надо, чем меньше вы инструментов используете, тем проще вам потом будет сопровождать вашу систему. Так что, если не используете, то не используете. Дальше, учет по организациям. В системе документ оборот есть возможность вести учет сразу по нескольким организациям, то есть, если у вас несколько юридических лиц, при этом у нас все равно в самой орг структуре, где мы будем заносить, там у нас подразделения используются, то есть, управленческая структура. Здесь же мы все равно можем внести несколько организаций и вести учет уже в разрезе этих организаций. Далее, там у нас еще про виды документов будут в разрезе организаций. Для того, чтобы вести учет в разрезе организаций, нам нужен этот справочник заполнить. Справочник организации, там тоже есть данные все по организации, то есть, это все реквизиты организации, руководитель организации, которого мы можем, в частности, потом использовать при наших настройках маршрутизации, вот это в том числе. То есть, от корректности внесения этой информации также зависит стабильность работы нашей системы. за этим тоже нужно следить. Поменялся у вас открылся новое рейдзо, добавили. Поменялся у вас руководитель организации, пожалуйста, сюда внесите, потому что далее цепочки, эти данные также будут цены, другие элементы системы. Нужно за этим следить. Далее, где у нас играет роль организации, это настройка независимой нумерации документов по организации. То есть, у нас есть в настройках вида документа нумератор, настройки нумератора. И в зависимости от того, как ведется ваша методология, вашей работы, вашего учета, документ, то есть, у вас может быть 10 юрлиц, но при этом в нумерации ваших документов, допустим, трудовых договоров, у вас нет никакого признака, к какой организации это относится. Тогда мы не учитываем независимую нумерацию, у нас идет сплошняком нумерация. Ну, мы можем какой-то индекс проставить, но у нас сплошняком идет нумерация по всем организациям. Мы можем сделать независимую нумерацию, то есть, от компании Ромашка у нас своя нумерация 1, 2, 3, 4, 5, пришел человек к компании Петрушка, у него опять трудовой договор номер 1, по компании Петрушка. Ну, как в общем-то, и тут у нас есть разный элемент, в котором мы можем ввести независимую нумерацию, в том числе и по разрезе организации. Так, идем дальше. Да, вот то, о чем я говорила, документы без привязки к организации. То есть, у нас существуют документы, где у нас не нужно ввести учет по организации, где нам не нужно указывать, к какой организации относится этот документ, в реквизитном составе у нас вообще, в принципе, нет этого реквизита, он нам не нужен. Вот, такая настройка у нас существует, то есть, мы просто в настройках вида документа снимаем настройку ввести учет по организациям и, соответственно, такого реквизита у вас не будет, учет по организациям ввести не будет. Такое тоже можно сделать. Такие кейсы у нас бывает, когда у нас заказчик говорит, что этот реквизит лишний, он ему не мешает, это мы можем тоже сделать. Так, мы с вами рассмотрели все наши вопросы, которые мы планировали рассмотреть. В чате вопросики, которые были, тоже ответили. Так, сейчас просмотрю еще раз чат. Так, вот Степанова и ДД вопрос, то есть при переходе с подразделения в подразделение доступ к предыдущим объектам отсутствует. Так, мы с вами говорили, что ролевая модель у нас предусматривает различные уровни. То есть вот сама задумка, как у вас будет делиться доступ, назначаться доступ к сотруднику, она у нас должна на этапе обследования быть. То есть может быть у вас разделение прав будет по рабочим группам. И вообще неважно в каком подразделении сотрудник, тогда у нас будут доступы зависеть от того, в какой рабочей группе стоит у нас пользователь. может быть у вас будет разделение по подразделениям. И полномочия назначены на подразделение, тогда, когда у нас переходит сотрудник в другое подразделение, именно та часть прав, которая зависит от его подразделения, она у нас получается поменяется. То есть он пошел в новое подразделение, именно те полномочия, которые к подразделению привязаны, назначились новые, старые отменились. Если у нас какая-то другая привязка, то, собственно, идет та привязка, которая есть. Зависит от вашей рулевой модели. Вот. Так. Вопросы вроде бы все ответила. Больше вопросов не вижу. Запущу свое видео, так как мы, в общем-то, вопросы разобрали. Вот. Что еще не сказала? Презентация будет направлена. Видео будет направлено. Вопросы можете задавать по нашим контактам. Будем рады ответить. Не забывайте, что у каждого участника вебинара есть возможность провести с нами бесплатную встречу, где мы разберем конкретно ваши темы, конкретно ваши вопросы. Готовьте их. Связывайтесь с нами. И будем назначать встречу. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Хорошего дня. С наступающими праздниками. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова